Глобальные проблемы можно решить лишь глобально, то есть сообща. Защита нашей планеты, климата, природы во всем ее разнообразии – как раз такая глобальная задача, которую ООН решает в своей бондской резиденции. 18 учреждений ООН делают Бонд центром международной политики в области климата. Мы, представители ООН, считаем, что здесь существует уникальная возможность для налаживания партнерства и сотрудничества. Нигде в мире нет такого сочетания технических возможностей и политической воли, как здесь, в Бонне. С 1996 года Бонн активно развивается как место работы ООН. Этот процесс поддерживается специальным отделом Министерства иностранных дел Германии в Бонне. Для объединенных наций мы главное контактное лицо в Бонне и в Германии в целом. И с Бонном мы заботимся о многих вопросах, которые также очень интересует федеральное правительство. Прежде всего это такие темы, как климат, экология, опустынивание, устойчивое развитие. В Бонне ООН имеет свой собственный кампус. Все организации находятся на единой территории. Компактное расположение способствует эффективной работе. Сотрудничество развивается с размерно важности тематики. В Бонне помимо тысячи сотрудников ООН, еще почти 4000 человек работают над вопросами устойчивости климата и возобновляемых источников энергии. Здесь отраслевые министерства, много научных институтов. Университет Бонна имеет хорошую репутацию в сфере современной прикладной географии. Все это формирует уникальный кластер превосходных знаний и опыта. Резиденция ООН не просто место работы. Люди со всего мира приезжают в Бонн не только чтобы работать, но и чтобы жить здесь. Гарольд Ганс, посол в отставке и консультант города Бонн ежедневно встречает людей, которые сознательно выбрали именно Бонн. Коллеги, приехавшие сюда, чувствуют себя настолько комфортно по целому ряду причин, что я нисколько не сомневаюсь в большом будущем резиденции ООН. Я даже убежден, что со временем Бонн станет своеобразным центром притяжения. За свою историю Бонн приобрел международную репутацию города-столицы. Его инфраструктура гостеприимства пронизана традициями Рейнской области. Это чувствуется даже на административном уровне, подчеркивает обер-бургомистр Бонна. Все начинается уже с детей сотрудников ООН, для которых мы рядом с детским садом построили Боннскую международную школу. Но, разумеется, в нашем городе есть и общественные школы, которые стали предлагать программы с получением международных свидетельств и дипломов. Также в рамках культуры гостеприимства есть целый ряд предложений, которые можно изучить на сайте bonn-international.org. В частности, эта платформа позволяет супругам сотрудников международных организаций найти работу. Бонн – выигрышное расположение для резиденции ООН. В свою очередь, ООН помогает Германии решать актуальные задачи, особенно в ходе реформы энергетики. Я вижу работу МИДа не только в том, чтобы озвучивать международную политику страны, но и в том, чтобы привлекать международный опыт в Германию. Есть страны, у которых мы можем многому научиться, как создать систему энергоснабжения исключительно из возобновляемых источников. Пока еще никому этого не удалось, но есть хорошие подходы, и такой обмен опытом – улица с двухсторонним движением. Мы надеемся, что развитие будет продолжаться в том же русле, ведь мир нуждается в нас, миру нужно такое сотрудничество. Бонн часто становится местом, где пишется история, но сейчас в Боннской резиденции ООН также формируется будущее планеты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok